привет друзья ну вот настало утро и наконец-то мы с вами сможем прогуляться по этому старому городу по городу полтаве так как я была очень долго за рулем конечно же и самой тоже хочется пройти пешком и рассмотреть все достопримечательности этого города города красивого города старинного города полтавы сейчас я нахожусь на районе левада этот такой один из микрорайонов города находится он на берегу реки ворскла о чем я тоже сделаю репортаж очень красивый это огромная река но сейчас речь не они сейчас мы просто идем с вами прогуливаясь вот смотрите основная часть этого микрорайона построена на песках в 1 1989 году и вот он постепенно постепенно разрастался и сейчас я наблюдаю что очень много построена жилых массивов очень много новостроек которые по сей день продолжают строиться возводиться новые жилые комплексы несовременные то есть старый вторичный жил фонд здесь тоже присутствует также в этом микрорайоне расположена гимназия номер 17 общеобразовательная школа 37 и городская больница в этом районе находится как детская так и взрослая поликлиника также на этом микрорайоне расположен храм рождества богородицы с этого микрорайона можно доехать как маршрутным транспортом общественным так и троллейбусом линия троллейбусная кстати была запущена с этого микрорайона который соединяет с центром города в 1 1994 году но сегодня сегодня я буду идти пешком дабы ничего не упустить из вида потому что за рулем когда еду и ну мало чего могу кроме дороги как заметить из и дорожных знаков поэтому сегодня за тихонечко спокойненько и наслаждаясь природой наслаждаясь птичками наслаждаясь осенней погодой осень выдалась очень теплая и очень красиво нет это галка галчонок добыл фантики конфету и пытается ее открыть сначала он ее на земле открывал но я его спугнула наверное она забрался на ветку там пытается фантик раздолбать чтобы конфеткой полакомиться интересно открыл наверное уже зеленый фантик открыл ты гляди открыл галчонок открыл конфету то кушает 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 сладкоежка смотри зубы потом лечить кариес будет и дам упала упала конфета так что спускайся тогда сейчас другой возьмет папа потащил спорт марафон у нас очередной мой как красиво с района левада центр полтавы пробираемся сквозь вот такой лес но это тропа которая проложили люди сами это не какая ли там специально тропа как вот в крыму бывают да вот эти туристические тропы нет это тропа из одного района в другой который проложили люди и они добираются таким образом не на общественном транспорте а пешком ну кому это интересно сейчас эту тропу забросала лицевой а на самом деле и уж хорошо и чувствовала видно в летний период настолько здесь популярно это место то тропа уже четко видно прям как дорога как пешеходная дорожка скажем так такое позднее лето лето бабе лето называется сегодняшка по 23 октября 2020 года вот это вот яблони здесь в это поле она все полянка не поле полянка это вот все в диких яблок крата видимо это был какой-то сад за которым ухаживал какой-то человек здесь кто-то видно очень любит посидеть даже не разнесло да еще даже парит от земли теплом таким так хорошо солнышко пригревает слушайте ну прям по летнему сегодня день такой сегодня обещали 19 градусов тепла на всяком случае по северным меркам это очень плохо здесь дремучий такой лес сразу сказки из детства вспоминает ой там вообще смотри дерево упало я бы не буду ходить пролезу опа ой вон там вот смотри а белка это белка вон она наверх полезла дерево опять препятствия опа ники физкультура ой какие красивые какие красивые листья да вот надо отсюда сфотографировать так ну вот выбрались наконец-то с этой тропы это я иду в районе знаете где сейчас покажу это вот в районе телевышки вот полтавское телевидение я так полагаю здесь находится и вот в этом районе тропа выходит с района левада вот такой граффити интересное и вот еще одно граффити тоже авторы вот этого граффити очень даже такое милое симпатичное граффити видите какое то ли восход то ли за концу солнце как холст как подготовленные для того чтобы разрисовать эти стены видно просвечивает там были какие-то старые надписи наверное хаотично кто-то рисовал а сейчас профессиональные уже граффити сты они уже приезжают команды и рисует это я вышла парк победы иначе называю парк перемоги здесь готовится все к выборам потому что 25 числа воскресенье то есть послезавтра выборы и в связи с этим очень много а это храм вера надежда любовь и в связи с этим выборные гонки ну как и в любом городе другом как в любой другой стране то есть люди нацелены на то чтобы занять какое-то место во власти и вот видите да сколько машин то сегодня готовится очень большая агитация тоже последний день завтра день тишины люди готовятся смотри даже при парковатке не хорошо что пешком пошли я сейчас нахожусь в парке победы дошла до площадки смотровой которая выходит на сцену на этой сцене она сейчас в таком разрушен полуразрушенном состоянии наверняка ее будут реставрировать наверняка вложатся какие-то средства чтобы ее сделать капитальный ремонт где будут проходить какие-то выступления артистов раньше здесь приезжали все эстрадные артисты в город полтава точно знаю что софия ротару здесь точно выступала и хочется верить в то что эта сцена вновь заиграет вновь оживет и жизнью ее вдохнет администрация города полтавы и будем здесь наблюдать какие-то интересные выступления и новых артистов и классика конечно же должна здесь тоже побывать и так продвигаемся дальше парк очень интересный парк очень уютный вот эти вот проходы которые подводят к этой сцене вот видите они как бы внизу потому что сама сцена она находится как бы вот в низине как в чашу такой знаете как в фильме спартак да вот эти вот арены подобно также и эта сцена располагается в такой низине так вот эти ступеньки они с этой стороны располагаются с обратной стороны они тоже есть сам парк очень уютно особенно в осеннюю пору когда листья украсили подножия и всю землю на территории всего парка здесь такие огромные вековые клёны в основном здесь кленовая растительность и листья прям застелили всю землю этого парка и очень уютно сейчас выглядит такой вот осенний тихий спокойный парк в эту пору дождя нет сейчас 15 градусов сегодня 24 октября 2020 год и сейчас я здесь нахожусь парк очень большой протяженность но здесь очень много было сейчас карантин а раньше было очень много работающих точек где можно посидеть перекусить вот здесь вот находится вилла крокодила очень такое значимое и именитое место для всех выступающих артистов сейчас карантин сейчас закрыто вот я пришла посмотреть интересно что то ведется какие-то выступления здесь или нет нет выступления не ведутся связи с карантином все закрыто точки общепита тоже закрыты но люди все равно по-прежнему гуляют и с детьми потому что здесь много аттракционов детских аттракционы работают вот я сейчас вижу даже сквозь деревья вот крутится смотровое колесо она работает также работают дальше какие-то аттракционы детские мимо проходила видела интересно сейчас появились объекты в этом парке построенные на спонсорскую помощь швейцарии такие необычные аттракционы попозже я покажу а вот любопытная такая вот лавочка смотрите видите для двоих то есть можно сесть друг напротив друга с чашечкой кофе и пребывать в этом парке в таком уединении и наслаждение провести какое-то время то есть получается это лавочки для влюбленных а сейчас я вам покажу другие лавочки а вот такие лавочки для тех кто еще в раздумье вот я конечно шучу на самом деле вот еще вот такие есть типа шезлонги прям тут какие-то установили ну да ты как интересно вот такой парк интересно ай красота да слушайте здесь ребята вообще о да здесь и поспать можно представляете когда солнышко прикрывает лежишь себе мечтаешь о чем-то а это вот это кафе августин здесь очень вкусное пиво когда-то я здесь была мне очень понравилось мы с тобой знаем что крафт это не крафт когда ты дома сидишь и сам себе готовишь а если ты делаешь на продажу ну скажем в общественных местах это уже не крафтом не считается мы об этом узнали пиво варния в которой мы были здесь мы когда-то были на концерте в окорчука славы последний раз мы здесь были бесплатным концерт он давал тоже а кстати тоже какие-то выборы выбран президента и он выступал с концертом бесплатно его давал здесь вот такой пентхаус построен посмотрите наконец-то его достроили сейчас его продают и сдают первый этаж под аренду а наверху жилые апартаменты можно у кого есть желание приехать смотреть и купить о полтавский сад 1803 года до такой старый ничего себе но закупают люди конечно даже красивое место это очень красивое место представляете себе здесь жить это центр полтавы кстати кстати уличный пылесос убирает листья пылесосом вот раньше делали купеческие дома посмотрите вот это вот такие здоровые вход вот подъезд или что это так красиво такие огромные ставлю прям вообще посмотрите какая архитектура этого здания одноэтажного а вот напротив четырехэтажное здание практически половина четырехэтажного здания вот раньше строили дома да вы посмотрите полтава интересно тем что здесь очень много старых купеческих домов очень много и не все разные и очень красивые все привлекают свое внимание своей архитектурой вот тоже очень красивый дом хочется подойти поразглядывать настолько красивые но по-современному камеры есть видите камеры наблюдения и здесь да вот живой дом живут воде конечно же интересного вас во внутрь посмотреть как там все современные пластиковые окна стоят но снаружи сохранили старые всех лет лепнину вот тоже напротив этого дома розового вот еще один домик тоже сохранены первоначальный вид поддерживается косметическая сохранность этого дома и таких домиков очень много так интересно здесь гулять по центру полтавы прям полное наслаждение это всего лишь навсего детский садик ягодка а дом то дом то какой старинный очень интересный по архитектуре конечно дом такое вот углубление такое впечатление что здесь прям какие-то фрески возможно были ли какая-то статуя может быть для чего-то это углубление сделано прямо вообще такой интересный дом но сейчас это садик ясельки называется ягодка перемещаясь по городу в 2020 году вперед пандемии все же все равно видно что работают некоторые заведения такие вот например как бассейн вот этот бассейн детский но внутри я зашла ну конечно же дальше меня не пустили потому что все-таки карантин также работают и кофейни бары рестораны но это все в дневное время насчет ночного времяпрепровождения я так думаю что как и во многих городах существуют какие-то ограничения поэтому мы ограничили столько какой-то прогулкой дневное время чтобы успеть посмотреть пока светло достопримечательности и красоту этого города сейчас вот мы идем по улице соборности это пешеходная зона здесь транспорт не ходит и по ней можно дойти до драматического театра до площади который тоже расположен центре города где самая первая а потом какая вторая вот это а потом не делается А вот улица, на которой находится эта кофейня, она менялась один, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз. А сейчас какая улица? Это Соборность. Там немало двор у нас. Третьего райха и Сталинка. Это получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять раз менялась улица. А, вообще, так необычно и так интересно. Здесь было все по-другому, конечно. Когда мы первый раз туда зашли, это было очень много лет назад. Ну вот он сам, драматический театр города Полтавы. Это главная театральная сцена области. Театр ставит произведения украинской и русской классической драматургии. Особенное внимание уделяется творчеству Николая Васильевича Гоголя. Вот он, красавец, театр. Он стал доминантой одной из центральных площадей. Когда я читала историю города, то узнала, что декоративные галереи на главном фасаде здания по недосмотру прораба оказались с разным количеством арок. Вот подойдите к театру и посчитайте их количество слева и справа. С одной стороны на одну арку больше. Правда, не каждый это заметит. Но брак есть брак. Ну, постепенно я иду и продвигаюсь по этой улице. Я хочу дойти до Атунды Дружбы Народов. Или иначе ее называют Белая Беседка или Альтанка. Это тоже очень старое сооружение с большой-большой историей. Об этом я сделаю тоже специальный выпуск и подробнейшим образом расскажу. Потому что это очень интересно и достойно внимания. А пока идем до этой Белой Беседки, то, конечно же, на пути встречаются какие-то объекты, какие-то бары, в которые тоже хочется занырнуть, посмотреть, все рассмотреть своими глазами подробно. Ведь я сегодня никуда не тороплюсь. Белая Беседка Белая Беседка тоже интересно это с тех времен остались ручки или это современная до с тех времен прям видно вот за эту берутся люди все время она видишь ярче стертая а это нет это не стер потому что она не открывается поэтому он памятник архитектуры видите и охраняется мы находимся сейчас в парке петровский вот посмотрите вот этот парк петровский он тоже находится под охраной но ты хорошо здесь наверняка куча камер скрытых получается что вся полтава она закольцована центр полтавы вот мы сейчас идем по центру полтавы здесь и самые старые постройки и вот представьте как будто если бы вы на холме стоите вот на самой вершине то вот сейчас вот это место есть вершина полтавы а все остальное сходит вниз как бы закольцовано и разными лучами идут спуски вниз то есть куда бы вы ни шли вы всегда придете в центр полтавы поэтому здесь очень много старых построек в центре а уже внизу в низине полтавы там уже современные постройки там нет ни одного старого здания ну имеется ввиду там 1800 какого-то там 100 летнего или там еще какого-то 200 летнего здания а здесь вот пожалуйста вот тоже видите наверняка это тех лет жопнего 15 тоже высокие дома как бы у нас сказали типа сталинка это конечно еще позже построен дом и один из купеческих наверняка домов коих тут было очень много в улице соборности на внутри то пластиковые окна вот стоят а снаружи нет и там тоже вот наверху тоже пластиковые окна все заменены архитектура города охраняется и сохраняется красиво это правда красиво прям какое-то умиление наблюдать за этим вы чтобы вы думали это такое вот строится вы видите я бы подумала что такой нибудь но частный дом да нет это не частный дом это гостиница и она она же пекарня вот посмотрите видите кафе пекарня ну какой дом тоже красивый посмотри-касти в наверняка кирпич еще того времени и в этом доме вот смотрите вода жил аким аронович глейзер какой-то в те времена очень наверное известный окулист вот так смотрите кирпич наверняка тех лет уверена в этом да и вот опять же такие же огромные вот эти ворота а сейчас находится здесь университет национальный луганский имени трасса шевченко вот так вот кафедра декоративно-пригладного искусства то есть не просто там здание да вот как музеал и им пользуются вот реально какие-то люди вот представьте какая архитектура этого здания здесь учатся студенты которые будет иметь непосредственно тоже отношения какому-то искусству прикладному то я считаю что это очень правильно хотя вот вы видите да здесь также пластиковые окна поменены современные но архитектура этого здания не нарушена ничем кроме вот замены окон а решетки ну не знаю кованой решетки на окнах тех лет или это сейчас и вот этот вот забор тех лет наверняка это ну мне бы хотелось в это верить достоверно я не знаю как фундамент не фундамент тоже наверное тех лет кирпич мой но так вообще интересно за этим всем наблюдать и таких домов вот здесь очень много но правда же здорово и они все не похожи друг на друга и вот что интересно вот да на вывеске с номером дома и улице вот видите стрелочка там если вот в ту сторону влевую то там уже идет циферка 1 штамм первый дом а если вправо стрелочка видите там уже идет нумерация на повышение если в левую сторону на понижение то в правую сторону повышение цифры идет это интересно такого не видела нигде вот здесь вот увидела впервые